Наградили за милосердие. На презентации своей новой книги Игорь Смелевец получил общественный почетный знак за благое. Мероприятие прошло в областной научной библиотеке. Получить книгу лично из рук писателя мог любой желающий, а таких на презентации было немало. О чем новое произведение автора узнала Анастасия Куклева. Уверенный взгляд и никакого волнения в голосе. Игорь Смелевец презентует свою новую книгу, над которой он работал ровно два года. За это время автор посетил несколько архивов Перми, Москве и даже Монголии. Широта географии не случайна. Главный герой его произведения – полковник армии Колчака и участник русско-японской войны Михаил Тарновский. В книге автор собрал фотографии, карты, рисунки и схемы. Первые читатели уже оценили новое произведение автора. Читал очень долго, читать очень трудно. Сразу читателя предупреждаю, но не потому, что нудно и скучно написано, а потому, что я думал, как же оценить жанр этой книги. И лучше всего, наверное, можно так сказать, что портрет на фоне панорамы. Проделанный труд не остался и без внимания представителей власти. Саратовского писателя наградили орденом за благие дела. Спасибо вам огромное, есть вам поклоны за то, что вы делаете. Я думаю, что мы с коллегами-журналистами доведем до самого большого круга наших и телезрителей, и читателей о сегодняшнем событии, о презентации, о новых работах, о презентации этой книги. И я думаю, что это одно из самых теперь значимых дел, чтобы как можно больше людей об этом узнало, как можно больше людей заинтересовалось, прочитало. Естественно, и подрастающие, и школьники, и старшеклассники, и студенческая среда. В общем, самый большой интересованный круг лиц. В областной библиотеке книги Игоря Смелевца очень популярны. Ближе всего читателям его произведения о путешествиях. В библиотекаре надеются, что и новая книга не останется без внимания горожан. Читательская аудитория книг Игоря Смелевца, вы знаете, разнообразная. Это, казалось бы, конечно, что в первую очередь это, конечно, молодежь, но наравне с молодежью ее читают книги, его книги читают и разные категории читателей, начиная от пенсионеров, доработающих, то есть среднего такого возраста. Для самого автора очень важно было объективно рассказать читателю о русско-японской войне. Повествование в книге писатель ведет одновременно от нескольких лиц. Личный рассказ, прямая речь самого Тарновского и исторические справки. Название книги автор выбрал весьма символичное. В лабиринтах войны и мира, потому что вот этот человек и масса людей, тысячи в России в то время не могли найти, может быть, и правильный выход, и шли как-то в неизвестность. Как в лабиринте были. Если повернешь, думают, вот там хорошо, а там смерть. Тираж книги – 550 экземпляров. Она уже есть в Саратовском университете и библиотеках города. В продажу произведений пока не поступало. На полках книжных магазинов его можно будет найти ближе к Новому году. А пока ознакомиться с книгой можно в электронном виде. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.